Пара таких непохожих друг на друга пернатых, красота контраста и лаконичность тандема, белая цапля вздымает толщу стен, и вторит ей укрепление черного ворона. Оба разбили скорлупу, когда над Японией пурпурно олели кровавые знамена, и геополитическая ситуация менялась с каждой секундой все стремительнее, замки сдавали и уничтожали, скорее домино, нежели древнее го. Черный ворон стоит на десяти опорах, колоссальная конструкция с черно-белой облицовкой стен и блестящей чернеющей в лучах солнца черепицы крыши. Эти десять опор толстые балки вгрызаются в ненадежную слишком почву, хотя именно по этому принципу и выбиралось изначальное место постройки. Длина полета стрелы или свиста примитивного довольно снаряда XVI века не превышали трех километров, а именно столько отделяет крепостные внешние стены и главные пики построек. Стены щетинятся довольно грозно массивными укреплениями и чем-то явно опасным, сверкающим в солнечных бликах. Часовые никогда не спят, как им и положено. И по первому же тревожному гонгу поднимется войско. Потеря стены, не потеря замка. Первый триумф быстро сменяется первым ужасом, когда почва начинает мягко уходить из-под ног, любовно обхватывая щиколотки врага и утягивая его за собой, местные топи погубили ни одного захватчика, посмевшего войти в Мацумото с обнаженным мечом. Болото и рвы, три глубокие чаши перечеркивают замковый периметр, а сам черный ворон сложил крылья в центре композиции, венчает ее, завершает. Сегодня замок выглядит и в половину не так воинственно, как хотели бы помнить устрашающего вида предки, сурово смотрящие со старинных гравюр. Он легок и прекрасен, он вызывает восхищение и трепет, но готов принять гостей, да и заходят эти гости уже без оружия в руках, подкупая благонравие замковых стен. Черные перья среди хризантемных зарослей. Желтые пушистые цветы, кремовые лепестки, белоснежные крупные головки, местные хризантемы составляют едва ли не богатейшую в стране коллекцию, ковром расстилаясь по некогда неприветливой земле, а с апрелем приходят новые оттенки, нежно-розовый, затухающий ближе к кончикам ветвей. Он тянет раскидистые сакуры к земле, заставляя их почти сгибаться под пышным слишком цветением. Дурманищий аромат, у Мацумото много, даже слишком много тайн, но раскрыть их стоит попытаться, вот только на слишком быструю прогулку туда и обратно, 16 век, 21, рассчитывать не стоит. Если отправляться из Токио, то спусковой крючок следует искать на Синдзюку. Можно выбрать скоростной экспресс, который доберется до места прибытия немногим больше чем за 2 часа, но стоить это будет тоже прилично. Лучше выбрать один из поездов JR и настроиться на приятную медитативную пятичасовую поездку. От вокзала же до Мацумото придется отправиться пешком или, как вариант, арендовать велосипед, но этой возможностью чаще пользуются сами японцы, чем западные гости этой страны. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.